Скажите, Плис, у меня ребенка, учится в нашей школе. Что? А вы просто какой? Нашли кого поддержать? Да, мы поддерживаем Алену, поскольку это человек, который высказал свое мнение. Но всецело на ее стороне ничего противозаконного она не сделала. У нас в стране не запрещается высказывать свое мнение, поэтому мы полностью согласны с ее мнением. Наоборот, мы считаем, что власть должна обратить внимание пристальное на ту проблему, которую она подняла. Эта проблема очень важна. Касается брошенных детей, детей, которые находятся в опасной жизненной ситуации. И нужно заниматься не Аленой Водонаевой, а как раз проблемами этих детей. Ну и, друзья мои, цензура запрещена в стране. Мы полагаем, что любая попытка ограничить людей в высказывании собственного мнения – это цензура. Так. Друзья, есть какие-то юридические вопросы? Поймала адвоката Князева, чтобы вам помочь. А вы нам комплименты только пишите. Завтра в 19 я, Аленочка и Андрюша ответим на все ваши вопросы очно. Когда Волочкова осудят, она пьет много видео, где она пьена. Андрюх, твое мнение? Ну, слушайте, если она больна алкоголизмом, то есть законно установленный порядок для того, чтобы принять к ней меры. Если честно, я не слежу за ее личной жизнью, этими видео, где она там выпьемши, не выпьемши, постановка, не постановка. У нее есть, в принципе, родственники, близкие люди, которые этот вопрос могут разрешить. Ну да, и как бы мы с вами не хотели поддержать кого-то в борьбе с алкоголизмом, но дело в том, что нет ни одной статьи, которая позволила бы нам написать свое заявление по поводу того, что вот, смотрите, Волочкова снова бухая в посте. Да, употреблением алкоголя не является преступлением у нас, кроме определенного случая, таких как управление, скажем, транспортным средством совершения ДТП, состояние алкогольного опьянения, а человек вольный распоряжаться своей судьбой. И в данном случае, если он решил, неприменительно к Волочкову, а если человек решил употреблять алкогольные напитки, то это его личное дело, если это не нарушает права и законы интереса иных лиц, в том числе несовершеннолетних. Спрашивают, кто такой Андрей. Андрей Князев, адвокат, друг мой, партнер, в частности, дело вонючего Кадиллака мы вместе, в общем, ведем. И скоро, правда, уже не очень скоро, а только весной, будут апелляционные слушания. Ну, в общем, сэлеви, мы, к сожалению, не всегда можем. Зависит не о нас, но мы уверены в своей победе, поскольку эксперты дали заключение о том, что машина имеет дефекты безусловные. Таким автомобилем безопасно пользоваться нельзя, эксплуатировать безопасно его нельзя, поэтому, правда, на нашей стороне мы уверены в нашей победе. Так и, друзья, кстати, самое интересное, дело росгвардейца, вот он, Андрей Князев, которого в эфире хвалила наша клиентка, вот он, против Росгвардии пошел. И выиграв касации, ну, все юристы и адвокаты подтвердят, что касация это вообще такое, блин, ну, очень сложное дело, в том плане, что очень мало, мне кажется, в касации. Да, касация отменяет приговора, апелляционные определения, состоявшиеся по делу, по уголовному, только если имеются существенные нарушения, как материального права, так и процессуального права. В данном случае мы убедили суд о том, что такие процессуальные нарушения имели место быть. Суд удовлетворил полностью нашу жалобу, более того, даже генеральная прокуратура нас поддержала, сказала, что вы совершенно правы. Суд первой инстанции, апелляционной инстанции, грубо нарушил права потерпевшей от росгвардейца, поэтому в данном случае необходимо заново рассматривать дело судей первой инстанции в ином составе судей, поскольку доверия к суду... Нету! Так, меня просят пристегнуться, друзья, вот на всякий случай. Пристегнутые. Да, мне периодически, там есть один сумасшедший адвокатишка, который пытается на мне пиариться. Андрюша, я тебе скажу, вот как есть, я его даже в блог поставила, я еду, у меня иногда под мехом не видно, вот так, как сейчас было незаметно. Да, да. И, значит, не пристегивается, делает, значит, какие-то заявления публичные, а я не считаю нужным оправдываться, показывать ему, там, не знаю, грудь, там, ремень. Вот, я говорю, дядь, отвали уже, занимайся судами, занимайся конкретными клиентами. Конечно. А вот, значит, други наши, завтра в 19.00 будут комментарии от нас и Алены Водонаевы около МВД, это раз. Значит, ну и имейте в виду, Андрюха вообще суперчеловек, как у тебя инстаграм звучит? Инстаграм собачка, князев Эндрю. Князев Эндрю, вот, наш друг, партнер, мы уже сколько, сколько лет-то? Слушаю, с 16-го года. С 16-го года уже, короче, в общем, отношения проверены годами, годами, да, вот, и вам таких желаем, целуем вас и до завтра.